Содоводство Соды Совершенно откровенно И совершенно правдиво Что такое сода? Сода бывает двух типов Это пищевая сода Или натрия гидрокарбонат И кальцинированная сода Это натрия карбонат И та и другая сода Является Карбонатной солью натрия Что такое натрий Для растений? Вообще растения Делятся на три группы По отношению к натрию Две из них Не выносят натрия Одна из них вообще Не выносит натрия Есть также группа Сельскохозяйственных растений Которая выносит Небольшие дозы избытка Натрия в почве Она может его использовать В отсутствии калия Вместо калия И есть третья группа Она очень небольшая И включает растения Двух семейств Это семейство Маревое Куда относятся Свекла Столовая Кормовая Сахарная Другие разновидности Свеклы И крестоцветная Куда относятся К капусты Вот эти растения Капустные И те Которые похожи на свеклу Они нуждаются В небольшом количестве натрия И отзывчивы На внесение натрия Но натрий Для этих растений Является Микроэлементом И он должен Использоваться Ими Только в микродозах Когда вы Вносите Такие удобрения Как например Хлористый Калий Он добывается И находится В залежах Вместе с хлористым Натрием С поваренной Солью Он очищается Но очищается Не полностью И если вы Под эти Сельскохозяйственные Растения Под свеклу Под капусту Вносите Хлористый Калий То одновременно Вы вносите И некоторое количество Хлористого натрия И вот этого натрия С лихвой Достаточно Чтобы обеспечить Любые Сельскохозяйственные Растения Натрием Применять Соду Совершенно Нерационально И очень Вредно Почему Потому что Количество Калия Которое Находится Внутри Клетки Растительной В 10 и более Раз Превышает Количество Натрия Которое там Находится И если вам Кто-то советует Подкормить Растения Содой Содовый раствор Пролейте их От луковой мухи От чего угодно Это вам вообще Не друг и не советует Ничего хуже Чем посыпать Грядки Поваренные Солью Или Содой Можно Что-то еще более Ужасное Но этот совет Совершенно Не имеет Не только Никакой пользы Но и несет Большой-большой вред Накапливая Избытки Натрия Растения Угнетаются Растения Начинают Плохо расти Те кто живет В крупных городах В умеренной зоне Где есть снег и мороз Прекрасно Знают В каком удручающем Состоянии Находятся Городские Посадки В связи с внесением Больших доз Противолагогололедных Реагентов В состав которых В том числе Входит И натрий Если хлор Еще более-менее Вымывается Талыми водами Поэтому Калий Хлористы Предпочитают Вносить осенью Чтобы он Вешенными водами Вымылся из почвы То натрий в почве Застревает Очень надолго В чем опасность Натрия в почве Дело в том Что он Существенно изменяет Физико-химический состав Почвы Он делает Почву клейкой Он нарушает Ее структуру Он вызывает Физиологическую Засуху растений И если вы Систематически Пользуетесь Содой В огороде Вы просто-напросто Засаливаете Свои гряды Особенно это опасно В защищенном грунте То есть там где нету осадков Где нету Хоть какого-нибудь Хотя бы минимального Вымывания Натрия Особенно опасны Соды На почвах Богатых гумусом На темных почвах Гумированных Дело в том Что натрий Вызывает Разбухание Это еще называется Пектинизация Гумата Гуминовых веществ Они разбухают Они перестают Выполнять Нормально Свои функции Они перестают Регулировать Расположительно Регулировать Рост растений Также нарушают Физико-химические Свойства Откуда вообще Пошло Поверье Что Сода Помогает Против болезней Дело в том Что когда-то В тепличных Хозяйствах Давно Когда не было Хороших Таких Относительно Безопасных Химических Средств борьбы с болезнями Против болезней На розах Там На других Срезочных Культурах Применялся состав Который состоял из Молочной Сыворотки И кальцинированной Соды Кальцинированная Сода в этом составе Участвовала только Как нейтрализатор Излишней Кислотности Молочной Кислоты Которая была В сыворотке У нас есть видео Об этом средстве защиты Где мы меняем Соду Как нейтрализатор На аммиак И это будет уже Весьма и весьма Эффективно Так вот Какие-то умные головы Узнав про этот рецепт Не вникнув в этот рецепт Как следует Решили что Добавление Кальцинированной Соды Раствор Просто раствор в воде Кальцинированной Соды Уже поможет избавиться От таких болезней Как мученистая роса И другие Это неправильно В этом нет никакого Рационального Зерна То количество Ну говоря так Что кальцинированная Сода является щелочью Защелачивает Поверхность Листьев И мешает развитию Определенных Патогенов Для того чтобы Там защелачить Эту среду И для того чтобы Патогены перестали Там развиться Там нужна такая Концентрация Соды И такое защелачивание Что растениям Мало не покажется Это просто На уровне гибели Растения Необходимы Такие дозы Этой соды Это кроме того Что туда попадет Натрий Попадет в растения И наделает там Те бед Про которые я уже сказал И к сожалению Такие советы Клонируются Расходятся По всевозможным Порталам Авторы не удосуживаются Прочитать Какие-то Биологические основы Борьбы С помощью Вот такого Содистого Раствора И начинают Давать вот такие Вот неграмотные И неправильные Советы Что касается Раскисления С помощью Соды То здесь тоже Наверняка Каким-то Экспертом Так условно Их назовем Вероятно Их смутило Слово Кальцинированная Сода Слово Кальций Что при недостатке Кальция Или там Доносится Известковое удобрение Что это можно делать Ничего подобного Это нельзя делать В кальцинированной Соде Совершенно отсутствует Кальций Это название Связано С процессом Получения Кальцинированной Соды Но совершенно Никак не связано С составом Поэтому при дефиците Кальция При насыщении Кальцием Тепличных Растений Томатов Против борьбы С отдельными Заболеваниями Вершинной гнилью И так далее Ни в коем случае Нельзя пользоваться Кальцинированной Содой Кроме бед Вы ничего Его там не принесете Все то же самое В полной мере Касается и питьевой Соды Пожалуйста Избегайте Кальцинированной Соды И питьевой Соды Использование Этих Веществ На своем участке Особенно в тех Колоссальных дозах Которые Рекламируются И рекомендуются Для борьбы с Вредителями Болезнями И для Снижения Кислотности Ничего Кроме вреда Вы этим Своим растениям Не принесете Надеюсь Что этот наш выпуск Поможет вам Избежать Ошибок При введении Вашего хозяйства И где-то Относиться С опаской Недоверием Каким-то Расклонированным Растиражированным Советом По борьбе с болезнями Вредителями Либо Улучшению состояния Почвы На этом я с вами прощаюсь Всего хорошего